МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да. Главное, что мы все должны понимать, аллергия – это некая особенность иммунной системы. Почему так много сейчас детей с аллергическими реакциями? Их практически не было каких-то сто лет назад. Вот в наше время. А, ну что было, то было. Потому что существуют в окружающей среде факторы, влияющие на адекватное формирование иммунной системы у ребенка. И главными такими факторами являются мама и папа. Да. Ибо именно мама и папа в большинстве случаев создают среду обитания, которая мешает нормальному формированию иммунной системы. Как это? Иммунная система, которая должна регулярно работать, встречаться с вирусами и бактериями, оказывается сплошь и рядом безработной. Она фактически живет в состоянии стерильности. Современные дети, они очень мало видят грязи, то есть мало видят бактерий, но в то же время видят много химических раздражителей, ну, всяких факторов бытовой химии, видят много лекарств, видят много лишней, не переваренной полностью еды. И с этим связаны основные проблемы. Это да! А ведь правда! Ну да! Поэтому главные способы профилактики аллергии вобще состоят в том, что да, а избегать всего того, что мешает развитию иммунной системы, а значит, избегать стерильности. То есть чистота – это неплохо, но стерильность – это катастрофа. Так я и знал. Бог ты мой! Избегать перегрева, избегать перекорма, следить за тем, чтобы регулярно опорожнять кишечник. Еще очень важный фактор – сократить до минимума количество бытовой химии. Нельзя, нельзя, нельзя! Ну! А вот что касается реальной чистоты, на первом месте должна стоять чистота воздуха. Вот обратить внимание на то, чтобы воздух был чистый, а еще лучше – с нормальной температурой и влажностью – это как раз прямая задача родителей. Вот реализация всех этих факторов и будет способствовать профилактике аллергических заболеваний. Спасибо, Дёшка! Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал!